Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Большой мир телевидения глазами маленьких журналистов. Новая смена анапских телевизионщиков отмечает профессиональный праздник наравне со старшими коллегами. Культура раздельного сбора мусора. Все больше анапчан выбирают осознанный подход к утилизации опасных отходов. Кто кого перечитает. Анапские рэперы устроили настоящий батл в рамках городского фестиваля современной музыки. Инвесторы из Таиланда предложили построить в Анапе парк развлечений и отдыха. Такой проект гости презентовали на встрече с главой города-курорта. Юрий Поляков, в свою очередь, пообещал изучить инвестиционное предложение. Инвесторы предлагают создать парк развлечений и отдыха Тай-Сити не на побережье, где достаточно объектов развлекательной инфраструктуры, а в 15-20 километрах от моря. По словам гостей, проект, кроме бизнес-составляющей, призван способствовать культурному обмену между Россией и Таиландом. Продемонстрировать характерные черты архитектуры, истории, обычаев и достопримечательностей королевства. Какое количество мест рабочих должно быть в этом парке и кто в нем должен работать? Вы можете сказать, что количество мест для работников и кто должен работать там? Для ТИПА мы используем 400 человек. 400 человек, всего нам нужно 400 человек. Это будет специалист из Таиланды, которые будут работать. Это первый визит тайских инвесторов в Россию. Возможно, более подробное обсуждение проекта состоится уже на этой неделе в Сочи, на международном туристском форуме СИФТ-2017. Я надеюсь на плодотворное сотрудничество. Я думаю, вы сможете убедить, что нам нужен такой тайский парк. Это один из объектов показа, который существует на Черноморском побережье, потому что в период курортного сезона к нам едет почти вся Россия. В завершении встречи глава Анапы и гости из Таиланда обменялись памятными сувенирами. Никита Бойко, Роксана Бокуменко, Руслан Душевский. Анапа-регион. Сегодня Всемирный день телевидения. Наш профессиональный праздник, который мы, впрочем, как и обычно, проводим в рабочем месте. Для любого телевизионщика важно не выпадать из жизни города ни на один день, быть всегда в теме, в движении и готовность оперативно оказаться в самой гуще событий. Этим же принципом учат и новое поколение журналистов в Станице Анапская. Там на базе Дома культуры уже 4 года функционирует детская телестудия «Калибри». В ней обучается 12 человек. Для большинства из них это не просто хобби, но и будущая профессия. Чем живут станичные юнкоры и как проходят их будни в студии в нашем сюжете. Скажите, пожалуйста, какие вы знаете телевизионные профессии? Телеведущий, телеоператор, видеооператор, журналист. Юные журналисты проводят опрос в честь Дня телевидения. В формате викторины работникам местного Дома культуры, а также учащимся кружков, задают каверзные вопросы на знания современного телевизионного ремесла и популярных программ. Анна Чембурова учится в восьмом классе, успевает совмещать школьные уроки с занятиями в студии. Уже два года она пробует себя в роли корреспондента. Аня научилась работать в кадре и находить общий язык с респондентами. По ее словам, с выбором профессии определилась давно. После школы планирует поступить в Краснодарский колледж на специальность журналистика. Мне очень понравилось выступать в роли корреспондента. Это очень интересно. Мы монтируем фильмы, ходим, берем опрос у разных людей, фотографируем, отправляем фотографии на выставки. Еще мы изучаем теорию. Как и в любой небольшой телекомпании, единственное помещение – это и студия, и редакция, и монтажная, где создаются репортажи о жизни станицы, людях и значимых событиях. Ребята собирают информацию об исторических фактах, участвуют в праздничных концертах, берут интервью у будущих героев фильмов, сами продумывают сюжет и пишут сценарии. На вооружении имеется и профессиональное оборудование – фотоаппарат для съемки, штатив, петлички и микрофон. Результаты своего труда публикуют на собственном канале в Ютюбе. Четкого деления на должности здесь нет. Ребята пробуют себя в разных направлениях, а дальше у кого что лучше получается, тот тем и занимается. Я стараюсь научить им всему, как у кого-то есть желание быть в камере, у кого-то наоборот снимать, кто-то любит брать интервью, кто-то наоборот монтировать. То есть они уже сами, как вот им ближе к душе. Они очень активные, заинтересованные. Видно, что на один мой призыв они уже бегут, уже здесь, со школы отпросились, это всюду, чтобы прийти сюда, чтобы быть вместе, коллективом. У юных журналистов, как у настоящих репортеров, ни дня без событий. Буквально в это воскресенье ребята выезжали на экскурсию по местам боевой славы в хутор Курбацкий. А значит, будет еще один репортаж военно-патриотической направленности. Изучение истории и духовное развитие – здесь одно из важных направлений, отмечает руководитель студии. Впереди также еще много работы. В следующем году «Калибри» отметит свой первый юбилей, подготовка к которому уже идет полным ходом. Не за горами День матери, а там и новогодняя елка в Станичном доме культуры. Молодые телевизионщики обещают, все события получат информационную поддержку и освещение на канале телестудии «Калибри». Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Мы поздравляем нашу молодую смену, а также всех коллег, зрителей и рекламных партнеров с Днем телевидения. Пусть события будут яркими, а новости только добрыми. И к другим темам. В Анапе ветеринарно-санитарная обстановка спокойная и под контролем. Об этом сообщили ветуправления Анапского района. Специалисты завершили осенние лечебно-профилактические мероприятия в фермерских хозяйствах и частных подворьях. Особое внимание уделяют крупным хозяйствам. В условиях большого скопления скота болезни распространяются намного быстрее. За буренками нужен особый уход. Ежегодно, весной и осенью у каждой особи специалисты ветеринарной службы берут анализ крови. Материал отправляют в лабораторию Новороссийска, где проводят необходимые исследования. Проверяют наличие таких заболеваний, как лейкоз, туберкулез, сибирская язва, ящеры и другие. Мы проводим два раза в год профилактические мероприятия. Весенние обработки проводятся где-то в середине апреля. Значит, первый раз мы делаем вакцинацию всего поголовья 6-месячного возраста против надулярного дерматита. Потом через 14 дней мы исследуем все поголовье, начиная с двухмесячного возраста, на туберкулез, внутрикожные инъекции на туберкулез. Через 72 часа мы проводим читку реакции на туберкулез и тут же сразу же берем кровь. Кровь берем мы для исследования на бруцеллез. И две пробирки мы берем, два мановета мы берем для исследования на гематологию и на рит. Это на лейкоз. После взятия крови мы сразу же исследуем, делаем прививку против сибирской язвы и через 14 дней делается прививка против ящер. Осенью ставятся ревакцинации и берут повторно кровь на анализ. По словам ветеринарных врачей, за текущий год не было обнаружено ни одного случая заболевания опасной инфекцией. Следующий забор крови и вакцинация пройдет уже весной. Специалисты надеются, что обстановку спокойной удастся сохранить и в следующем году. Раздельный сбор мусора – вклад в сохранение природы. В рамках года экологии в Анапе прошла очередная экологическая акция по правильной утилизации опасных отходов. В третьем микрорайоне специалисты агентства «Ртутная безопасность» совместно с администрацией города установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Полиэтиленовые пакеты, батарейки, ртутные лампы и другой отработанный материал, способный навредить окружающей среде, будет направлен в Краснодар для дальнейшей переработки. Компания принимает более 600 видов отходов. В дни акции одни жители сортируют мусор дома и приносят его целыми пакетами, другие сдают на переработку только опасный мусор, перегоревшие лампочки и просроченные лекарства. Татьяна живет с мужем неподалеку. Сегодня принесли накопившиеся батарейки, чтобы безопасно их утилизировать. Там же есть вещества, которые плохо влияют и на почву, и чтобы зелень потом росла, и деревья. То есть они, как будем говорить, радиоактивны. Так что лучше всего в специализированное место отправить их там, разберут, переплавят или еще что-то, что там с ним сделают. И все будет чисто, хорошо. Одна выброшенная батарейка способна загрязнить 20 квадратных метров земли и 400 литров воды. В энергосберегающей лампе находится около 4 миллиграммов ртути, а самый простой пластиковый пакет разлагается до 200 лет. По словам организаторов акции, главная цель – привлечь внимание к актуальной проблеме и призвать анапчан к правильной утилизации опасных отходов. Все, что мы получаем, все, что мы принимаем от населения, от предприятий, в соответствии с требованиями законодательства и с требованиями наших внутренних экологов, начальников отделов, все полностью будет передано на утилизацию, будет переработано, либо передано в лицензированную компанию, которая работает с большими объемами. То есть не с единичной компанией, маленьким количеством или частным лицом, а принимает большие объемы именно для переработки, для утилизации. Всем, кто посодействовал в сохранении окружающей среды, вручили полезные подарки – компактные коробки для хранения использованных батареек и просроченных лекарств, а также канцелярские принадлежности. Подобная акция не последняя. В планах агентства как можно чаще устанавливать точки сбора в городе и сельских округах. Готов к труду и обороне. Она поприняла участие во Всероссийском культурно-спортивном комплексе по сдаче нормативов ГТО. За один день на базе первой спортивной школы поселка Супсех более сотни школьников и их родителей испытали свои физические возможности. Современный комплекс ГТО – это одна из основ физического и патриотического воспитания граждан. По итогу участники получают бронзовые, серебряные и золотые значки в зависимости от достигнутых результатов. Каких результатов добились юные спортсмены – в нашем сюжете. Популяризация физической культуры и спорта, укрепление здоровья, воспитание молодежи в духе патриотизма – такие задачи были поставлены при возрождении комплекса ГТО. Проверяют силу, гибкость и выносливость. За выполнением упражнений следят опытные тренеры. По словам организаторов, занятия спортом важны для каждого человека. Они укрепляют не только здоровье, но и дух. Спорт, он важен для человека. И те, кто занимается спортом, у них воспитывается характер, морально-волевые качества, которые помогают ему в дальнейшей жизни. И я думаю, что спорт, физкультура, оно для вас, ребят, будет играть большое значение. Федор Семенов пришел вместе с мамой и младшими братьями. С детства занимался легкой атлетикой. Сдать нормы ГТО посоветовали в школе. Ведь это не только время, проведенное с пользой, но и дополнительные баллы при поступлении в университет. Думаю, очень полезно иногда встряхсти себя, попробовать в спорте. Я считаю, что это очень важно для молодежи и для нас, для взрослых. Первое – здоровье, второе – патриотизм. Ну и вырабатывает ответственность. За 9 месяцев в сдаче нормативов приняли участие более 5000 человек. Как отмечают опытные спортсмены, в Анапе созданы все условия для комфортных тренировок. Спортивные школы полностью укомплектованы, а занятия на открытом воздухе можно проводить круглый год. В Анапе очень хороший климат для занятия спортом. Есть все условия. К нам приезжают со всей страны для проведения сборов перед соревновательными. У нас есть для этого все условия. Есть пляжи для бегов, хороших тренировок. Сдача норм ГТО проводится до 10 декабря. Для участия необходимо пройти обязательное медицинское обследование и подать заявку в Управление по физической культуре и спорту. 3 декабря все желающие смогут сдать норматив по плаванию в спортивной школе «Виктория». Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В Анапе подвели итоги спортакиады трудящихся. В последнем этапе 11 команд из сельских округов и города-курорта сошлись на волейбольной площадке спортивной школы «Олимп». Каждая сборная разыграла три матча, по итогу которых определился победитель. Андрей Романов занимается волейболом уже 9 лет. Играет в сборной команде поселка Виноградный. По словам спортсмена, они серьезно готовились к спортакиаде. Тренировались три раза в неделю по несколько часов. В финальной игре с командой ГК «Дзора» они одержали безоговорочную победу, обыграв гостей в двух матчах. Члены команды признаются, на меньший результат даже не рассчитывали. Ради этого мы сюда приехали. Мне тяжело. Ожидаем лучшего от других команд. Подготовка, я вам скажу, такая на уровне, потому что большинство людей участвуют и тренируются в детских спортивных и юношеских школах, растут, поступают в институты, возвращаются домой и играют за свои команды, за свои поселения. На прошлой неделе в соревнованиях по женскому волейболу победу одержала городская команда. Также в предыдущем турнире победила и мужская сборная Анапы. Однако по результатам спортакиады в общекомандном зачете золото взяли спортсмены поселка Виноградного. Вскоре победители отправятся отстаивать честь муниципалитета на краевых состязаниях. В Доме культуры молодежной состоялась настоящая битва. Лучшие рэперы Анапы встретились на сцене, чтобы в музыкальных поединках показать свое творчество. Рэп – один из самых популярных жанров современной музыки. Это направление получило массовую популярность в 90-х годах прошлого столетия и с тех пор прочно закрепилось в мире шоу-бизнеса. За батлом молодых музыкантов следила наша съемочная группа. Рэп – это исполнение словесного речитатива под ритмичную музыку. Тематика текстов абсолютно любая, как и основной посыл. Сегодня на сцене ДК «Молодежной» встретились лучшие рэперы Анапы. Самому молодому из них, Виктору Богушевичу, всего 12 лет. Но, тем не менее, он нашел в себе смелость выйти на одну сцену с опытными исполнителями. Занимаюсь уже месяца 4. Все началось с того, как первый раз побывал на концерте Димы Декса, а там появилась мотивация и начал писать. Песни пытаюсь выбирать там, чтобы был донесен до людей смысл. Но песни не всегда так получаются, потому что я еще самый юный, и поэтому не получается у меня еще всегда донести точную мысль, чего я хочу донести. А вот у Игоря Никитина получается хорошо. Он в этой субкультуре уже более трех лет. Намерены дальше развиваться в этом направлении. Я выбрал рэп, меня на это подсадил мой друг. Но сначала он подсадил меня на американский, потом, когда первый раз ходил на концерт Баста, перешел на русский рэп. Для меня это искусство самовыражения, показать, что ты способен, доказать всему миру, что ты что-то стоишь в этом мире. И просто показать свои таланты. В Анапе любое молодежное течение находит поддержку. Администрация города и Молодежный центр 21 век берут на себя все организационные вопросы подобных мероприятий. Одним словом, создает условия для того, чтобы молодежь направляла энергию только в мирное русло. У нас очень развита на самом деле рэп-культура, рок-культура и вообще неформальное музыкальное творчество. Рэперы в этом плане выделились особенно, потому что пишут треки себе сами. Они огромные молодцы, проделают большую работу. Участвуют в краевых различных конкурсах. Вот «Свежий ветер» у нас ежегодно проходит, муниципальный конкурс. Вообще собирает очень много участников по сравнению с другими городами. И ежегодно какие-то призы и призовые места, различные номинации получают уже на краевом уровне. Заряд позитивной энергии получили как зрители, так и исполнители. Дальше у ребят подготовка к краевому фестивалю современного молодежного творчества «Свежий ветер», который пройдет в апреле 2018 года. Руслан Душевский, Анапа-регион. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова в надежных руках. Подробности по телефону 42419.